С прошлого выпуска программы Татьянин День прошла неделя, а это значит, что нужно готовить новый выпуск. На этой неделе я решила узнать, чем Устюжане занимается в свободное от работы время. Или такого вообще нет. Шоурум Филео в Котласе уже готовится к Новому году и готов порадовать вас изысканными и ультрамодными нарядами. Хотите выглядеть на празднике превосходно? Позаботьтесь о наряде уже сейчас. Шоурум Филео. Наряды на любой случай. Скидки постоянным клиентам и рассрочка платежа. Проспект Мира, 25-й бульвар у самолета. Чем вы любите заниматься в свободное время? Вышиваю крестиком. Крестиком? А как давно? Не, недавно, год только. Уже картины? Ну, небольшие. Хобби у вас есть? Хобби? Нету. Нету? А как? Ну, я не знаю. У меня работа, дом, хозяйство. Ну, наверное, в интернете посидеть. В интернете что-то интересное для себя узнать, новости почитать. У мужа, например, охота, рыбалка. А зимой не холодно? Я не ходу зимой. А куда ходите? А, на рыбалку? На охоту зимой? А у вас? У меня нету. Не рисуете? Нам сказали, в интернет кто-то заходит. Ну, в интернет это есть, да. Это тоже уже не хобби. Это тоже уже не хобби. А что это? Зависимость. Зависимость? Вы заходите в интернет? Нет. А как думаете, интернет это зависимость? Ну, в принципе, наверное, да. Потому что у меня пока нормально работал компьютер. Я, конечно, каждый вечер позволяла на минуточку. Но это большой плюс. Встречаешься с друзьями, общаешься информацией. Ну, просто наши внуки и дети, они не могут себя дозировать. В этих играх они зависают. А, в принципе, интернет это благая вещь. Любимое занятие. Ну, я люблю дачу так-то. А зимой как? А зимой на лыжах хожу, вот, люблю ходить. Телевизор посмотреть. Телевизор посмотреть? Да. На рыбалку сходить? Ну, это в летний период. А зимой холодно? Ну, зимой. Зимой я чего-то не привыкал. Не бывал. Не бывал? А мне почему-то кажется, что зимой на рыбалке очень холодно. Не знаю. Сидишь вот над этой дырочкой во льду? Не, мне не хочется две рыбки поймать и целый день просидеть. Не, это не для меня. Почверк. А это что такое? Это лоскутное шитье. Я думала, это непонятное слово. А еще раз, скажите, как? Почверк. А откуда это произошло? Даже не знаю. А как вообще? Ну, что из этого можно делать лоскутное шитье? Можно делать одеяло, можно делать подушки, покрывало. Я люблю одеяло. Самое теплое? Самое теплое. Как раз для зимы. Есть. Какое? А я не скажу. А почему? А секрет? А какой? А почему секрет? А зачем? Интересно. Ну, не знаю. Увлечения, допустим, экономикой. А, да? Да. Экономика? Да. Хобби. Ну, я пенсионерка. У меня одно хобби. Какое? На огороде. А сейчас же зима? Ну, а сейчас отдыхаю. А, отдых. А летом работаю опять хобби? Конечно. Только грядки. Хобби? Да. Работа. Работа? Да. А как это так? Ну, потому что любимая работа, любимое дело. Да? А чем вы занимаетесь? Я учу детей. Ой, здорово. А скажите, дети часто проводят? Много времени проводят в интернете? Те, которые я учу, я не замечал, что немного там сидят. Ну, увлекаются, но они больше занимаются другим, то, к чему я их призываю. Свободного времени становится больше, если не засиживаться в интернете. Ведь когда-то очень давно не было гаджетов и прочих устройств. Все время проводили с пользой, особенно дети. Любишь зиму? Да. А за что? Снежки можно играть. Да? А с горки кататься можно? Да. Рады началу зимы? Конечно. Я всем временам года рада. Вы в детстве проводили время на улице? Зимой. Ой, а катались на санках с горки. Да. Снежки играли. А сейчас интернеты одни? Да. Одни интернеты. Ну, мы чаще всего на улице и проводили, потому что не было интернета, не было компьютеров. Мультики редко мы смотрели. А сейчас дети? Детей на улице много было, поэтому играли в разные игры. А сейчас? А сейчас у меня в основном дом, работа. Вот гулять по улице. Гуляете? Часто гуляете? Каждый день. Гуляем, да. Ой, здорово. А по каким улицам любите больше всего? Вот красная у нас тут. Павла Покровского. Павла Покровского. В середке Квардова. Вот куночка дадим, набережная до Шельниковского, туда-обратно. Вот, глядишь, аппетит разыгрался. И здоровый образ жизни. Очень даже. Мне уже 74, так. Я даже забыла, как. Ну, на санках, может, катались. Со школами, с девочками бегали на лыжах, да, катались на санках, с горки. Зло, интернет или добро, судить не мне. Устюжане считают, чтобы не было вреда здоровью, лучше контролировать себя и детей. И тратить больше времени на живое общение и прогулки. Это была программа «Татьянин день» и я, ее ведущая, Татьяна Меркурьева. Увидимся в эфире.